Воспитанницам детского приюта Сольба при Николасольбинском монастыре Ярославской епархии вручили сертификат на участие в заключительном галоконцерте Всероссийского инновационного фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России». Этот форум проходит при поддержке администрации президента России и под эгидой региональной общественной организации «Содействие защите женщин» «Женщины нашего города». Подробности в репортаже Светланы Соколовой. Их пение украшает богослужение. Возможно, эти голоса вы уже слышали. Так поет детский хор Сольба. Вместе с сестрами обители. Коллектив часто гость на различных музыкальных фестивалях. Все девочки – воспитанницы детского приюта при Николасольбинском монастыре. У них уже свой репертуар сложился. Духовные песни, детские песни. Песни патриотические, о родине. Они очень любят песни петь такие. Девочки в этом году стали петь на клиросе самостоятельно. Мы считаем, что нам очень повезло, что мы поем на клиросе, потому что это большая благодать Божия. Детский приют Сольба существует при монастыре с 2008 года. В процесс обучения и образования вовлечены все сестры монастыря. Помимо общеобразовательной школы, девочки обучаются рисованию, домоводству, рукоделию. Ну и, конечно же, углубленно занимаются музыкой. Мы в леса, земли, зашлёк, где мы бродили в полёк, где на замех от Сольцов слышу поли новый звук. В этом году кор был признан победителем отборочного фестиваля «100 городов России». Приз – участие в заключительном галоконцерте весной будущего года в Москве. Фестиваль проводится под эгидой региональной общественной организации «Содействие в защите женщин» – «Женщины нашего города» – возглавляемой Ларисой Горчаковой. Она вручила поздравительный сертификат игумене Иератьиде, настоятельнице монастыря. Нам очень приятно, что наши труды замечены. Очень приятно. Это даёт возможность, даёт ещё трудиться над собой побольше и стараться больше и лучше насти. Стараемся во славу Божию. И наши молитвы услышаны. И очень благодарна вам, что нас услышат люди многие. Надеюсь, что это будет во славу нашего монастыря. Посмотрите ей в глаза. Посмотрите, как они любят свою страну. Посмотрите, как они хотят. А всё выражается через что? Через песню, через танец. Правильно? Душа народа всегда выражается через именно культуру нашу. Большую работу ведёт игуменя Иератьиде и сёстры монастыря, чтобы развивать те таланты, которые дал Господь воспитанницам приюта. С получением сертификата их поздравили члены межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом». Первый президент концерна Эрик Поздышев и его коллеги много лет оказывают помощь в социальной деятельности монастыря. А сам Эрик Николаевич стоял у истоков создания приюта. Цель создания, во-первых, просто помочь детям, которые остались в сложных условиях, я не буду говорить без родителей, в сложных условиях, дать им образование, привить христианскую мораль, так сказать, ну и помочь им встать на ноги. Это очень важно тем, что когда при монастыре, они вот там просыпаются, видят кресты, они идут там на молитву, они целый день, и человек преображается буквально. Перед галоконцертом у девочек ещё будет немало репетиций. Состоятся мастер-классы со специалистами. А весной в марте месяце многочисленная публика сможет оценить талант девочек из Сольбы на одной из центральных площадок столицы. Продолжение следует...